Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости 24» в студии Хадежи Курбанова. И прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Недостаточно было уделено внимание регионам. В 4 часа 2000 журналистов завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина. Дагестанские политологи делятся своим мнением. На что потратят 140 млрд рублей в 2020 году. О бюджете на предстоящий год говорили на заключительной сессии Народного собрания. Он намерен поднять уровень дагестанского самбо на самый высокий уровень. Абдуман Апнур Магомедов возглавил региональную федерацию самбо. Путина попросили помиловать Саида Амирова. Вопрос о бывшем мэре Махачкалы прозвучал в ходе большой пресс-конференции президента страны. Главный редактор журнала «Школа, гимназия и лицей» Светлана Дробышева отметила, что по инициативе Амирова был установлен памятник русской учительнице в Махачкале. Монумент соорудили по прообразу матери журналистки. Прошу помиловать того человека, который установил этот памятник в 2006 году. Называется он «Монумент русской учительницы 25 метров». Это Саид Амиров, который сейчас в заключении. И по многочисленным данным, что это наговор был. По поводу помилования Амирова, да, такие обращения поступают многократно, я еще посмотрю на это. Но решения суда же есть по этому поводу. И в ходе судебного следствия его правонарушения были доказаны. В общем случае в этом как бы сомнения нет. Вопрос о помиловании носит другой характер, это делается по другим основаниям. Я знаю об этом и мы подумаем. В пресс-конференции приняли участие около двух тысяч журналистов из разных регионов страны. Из них девять представителей нашей республики. Конференция продлилась рекордное количество времени, более четырех часов. Своим мнением по итогам пресс-конференции поделились политологи, общественники и экономисты. Все они смотрели онлайн-трансляцию в Национальной библиотеке Махачкалы на встрече, организованной Общероссийским народным фронтом. Мне немного смутило то, что все-таки недостаточно было уделено внимание регионам. Звучали только вопросы из Дальнего Востока и Сибири. И забота была как бы об этих регионах. Дагестан, к сожалению, обозначился только проблемой помилования Саида Амирова. Что в тренде того, что у нас условные сроки, люди получают за достаточно серьезные преступления. Мне это немного смутило, что такого рода появляются вопросы. А серьезные вопросы, которые касаются справедливости. Все-таки не хватило на пресс-конференции Владимира Путина? Чего не хватило? Даже не знаю. Вы знаете, мне вот то, что сейчас еще продолжается, эта пресс-конференция, мне нравится то, что достаточно гармонично подобраны вопросы. Я думаю, заранее их, конечно, изучали. И международные вопросы, и проблемы с Украиной, и проблемы внутренние, и разные аспекты. Мне даже сейчас трудно сказать, а что они охватили. Я думаю, что если не вдаваться в детализации тех или иных проблем, то широкий достаточно круг вопросов был посвящен на пресс-конференции президента нашего. Последняя в этом году сессия Народного собрания прошла сегодня в Махачкале. Депутаты приняли бюджет республики на 2020 год и еще ряд законопроектов. В работе сессии принял участие и глава республики Владимир Васильев. Более подробно о работе парламентариев расскажет моя коллега Зумруд Камидова. Около 140 миллиардов рублей бюджет республики на 2020 год. Деньги обещают направить на развитие системы образования, здравоохранения, а также повышение заработной платы. В этом году сумма значительно больше прошлогодней. Этому способствовал рост поступлений налогов. Ну а в новом году налоговых и неналоговых поступлений ожидается более 45 миллиардов рублей. Рост по сравнению с 2019 годом составил 24,3%. У нас соотношение собственных доходов к дотации, именно к дотации, 41,4%. В 2020 году соотношение собственных доходов к дотации 43,6%. То есть в объеме дотации наша доля собственных доходов вырастает. Увеличение налогов, по словам вице-премьера, позволит повысить зарплату учителям и врачам. Кроме того, повысится и минимальный размер оплаты труда, который составит более 12 тысяч рублей. В сферу здравоохранения вложат более 11 миллиардов. Почти 800 миллионов пойдут на обеспечение жильем инвалидов из семей с детьми инвалидами. Указанным категориям граждан за два года рост заработной платы составил 19,3%. В целом, мы всю эту категорию граждан за два года на увеличение этой зарплаты предусмотрели дополнительно 9 миллиардов рублей. Однако среди парламентариев нашлись и те, кто усомнился в эффективности распределения средств. Так, депутат Марат Асланов заявил, что в правительстве в минувшие годы не смогли эффективно освоить бюджет. Масса нерешенных проблем, но деньги не расходуются и возвращаются в федеральную казну. Для нас с вами это интересно, для населения Дагестана важны вот эти цифры, которые опубликованы на этом все, в национальных проектах и так далее. Мы красиво все пробежали, сказали об этом. Но когда мы смотрим про национальные проекты, освоение этих денег, там нам дали огромную сумму денег. Мы их не освоили. И когда нам дали сейчас под 1-2 миллиарда, мы делаем пляски с губными, что вот замечательно. Глава кабинета министров республики Артем Сдунов не согласился с парламентарием. По его словам, сэкономленные в прошлом году 10 миллиардов рублей успешно освоены и направлены на строительство дорог, обеспечение качественного водоснабжения в районах республики и другие нужды региона. В прошлом году я поступал с этой же трибуны и рассказывал про эти 10 миллиардов. Никакие деньги никуда не ушли. Если бы в прошлом году навели порядок с ценообразованием на дорогах, в этом году бы наводили порядок с ценообразованием в школах, дошкольных учреждениях и во всех недостроенных объектах. А у нас, на секундочку, заметьте, 2165 объектов недостроенных. 2,5 миллиарда было сэкономлено не трансом, потому что пересмотрели цены по дорогам. Мы на эти деньги смогли больше дорог построить. Мы на эти деньги смогли осуществить программу по водоснабжению наших горных районов. Глава региона, выступая перед депутатами, подчеркнул, что правительством проделана большая работа. Владимир Васильев напомнил, на сегодняшний день значительно уменьшилась доля теневой экономики. Люди стали платить налоги. Мы сумели работать так, как мы заявляли, в интересах рядовых жителей страны и создавать условия для того, чтобы наша республика не процветала. Но сейчас уже, похоже, появилось самое главное – появилось доля сотрудничества. А это дает уверенность мне во всяком случае, что сегодня законодательная власть, исполнительная власть, общественная организация, общество Бегистана понимают, что делают. Завершая работу сессии, парламентарии заверили, население республики ожидает положительные перемены, повышение заработной оплаты, новые рабочие места и решение других насущных проблем. Всего парламентарии рассмотрели порядка 20 вопросов. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Пять человек пострадали при пожаре в Кумтор-Калинском районе республики. Там, в поселке Каркмаскала, загорелся частный дом. Члены семьи, трое из которых дети, тяжело пострадали. Они находятся в ожоговом центре Махачкалы. Пожар ликвидировали местные жители до появления спасательной службы. Причина ЧП устанавливается. Бывший главный архитектор Махачкалы получил условный срок. Советский районный суд города приговорил Магомед Расулагитинова к 4,5 годам лишения свободы условно. Он признан виновным в превышении полномочий по трем эпизодам. Теперь в течение трех лет он не сможет занимать госдолжности. Напомним, в результате неправомерных действий Гетинова мэрия Махачкалы вынуждена будет возместить застройщику ущерб на сумму свыше 6 млн. рублей. Наряду с ним условный срок получил Ашик Магомед Махачев, бывший руководитель одного из бюро медико-социальной экспертизы, приговорен к 5,5 годам лишения свободы за взятки. По версии следствия, он был участником преступного сообщества, которое незаконно устанавливало инвалидность. Ему также назначен штраф в размере 2 млн. рублей. В Дагестане на 3 тысячи больных раком стало больше за 9 месяцев текущего года. На первом месте по статистике типов заболеваемости – рак легких, затем молочной железы, желудка и кишки. Об этом было сказано на заседании коллегии Минздрава Республики. Сегодня злокачественное новообразование является второй причиной смертности всех жителей региона, уступая только болезням системы кровообращения. Кроме этого, было отмечено, что за последние 10 лет заболеваемость с злокачественными новообразованиями увеличилась. А в Республиканской клинической больнице открыли новое отделение гинекологии и хирургии тазового дна. Такого отделения нет ни в одном медицинском учреждении Дагестана. Его пациентами могут стать как женщины репродуктивного возраста, так и пребывающие в постменопаузе. Теперь, не выезжая за пределы Республики, можно будет провести оперативную коррекцию нарушений функции тазового дна и смежных органов. Давно назрела необходимость выполнять высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю, в частности, занимаясь проблемами серьезными, которые беспокоят до 40% женщин. Нашу медицинскую помощь можно получить как в частном порядке, так и по полюсу ОМС. Добро пожаловать! Для этого созданы все условия, как для врачей, так и для пациентов. Проведем капитальный ремонт палаты и кабинетов. По примеру, лучших московских клиник приобретено современное оборудование, а специалисты прошли комплексное обучение. В новом отделении уже прошли первые операции. В этой больнице золотые руки. На второй день уже ты встаешь и идешь сам. Медперсонал, санитарки, нянечки, они буквально носили на руках, что с кровати надо переложить, туда положить. В общем, золото. Абдулманаб Нурмагомедов возглавил Дагестанскую федерацию самбо. Выборы прошли в Республиканском министерстве спорта. Кандидатуру поддержали все члены федерации. Нурмагомедов поблагодарил присутствующих и пообещал оправдать возложенные на него надежды. Он намерен поднять уровень дагестанского самбо на самый высокий уровень. Я хочу довести хотя бы бюджет этой федерации в тройку лучше. В довольной борьбе добраться далеко, это нереально. Но мы должны тройку по бюджету. Потому что это один из тех видов, на которые приходит зритель. И мы должны быть образцово-показательными везде и всю группу и степень. Абдулманаб Нурмагомедов планирует в следующем году провести пять главных турниров не только в Махачкале, но и в других городах республики. Он также отметил, что судьи будут повышать свою квалификацию и участвовать в семинарах. Новоиспеченный руководитель пообещал увеличить число учебно-тренировочных сборов и в перспективе открыть специализированный зал самбо с тремя коврами. Напомним, что ранее федерацию самбо Дагестана возглавлял Хучбар Хучбаров. А это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин